КОТО РЕФОРМАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ КОТО РЕФОРМАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ ЗНАЛИ, ТАКО, КОТО РЕФОРМАЦИИ ЗНАЛИ, НАПРОМЕР, ВАНГЛИИ КУПЦЫ КУПЦЫ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЕМУ КУПИТЬ, ЕМУ ПРОДАТЬ И ОН ДОЕДЕТ И ДОБЕРЕТСЯ ДО ОДАЛЕННЫХ МЕСТ Через КУПЦОВ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ Это ЛИВОНСКИЕ ВОЙНЫ ЛИВОНСКИЕ ВОЙНЫ Это с Прибалтикой Ведь Иван Грозный хотел выйти к морю, вы знаете, да? И ВЕЛ ВОЙНУ В ЛИВОНИ Во время 30-летней войны Когда 30-летняя война Была в Европе Вы помните Содержание этой войны? Смысл этой войны было, когда Протестантские государства Уже сформировавшиеся национальные государства Хотели выйти из системы католичества Германия, Англия, Нидерланды Они хотели выйти из католичества И католичество не хотело их отпустить Она теряла доходы Десятина-то Вот Поэтому Было 30 лет войны Между протестантами и католиками Эта война кончилась Миром Фестфальским миром Этот мир Был по требованию Франции Которая была католической Но Франция поняла Что в этой раскладке В этой ситуации Она может очень округлить свои владения Поэтому она поспешила миром заключить Пока еще ситуация Там был кардинал Ришелье Такой мудрый дипломат И он, собственно Способствовал окончанию войны И заключению мира Чтобы Франция Могла воспользоваться ситуацией И округлить свои владения Ну, такие Но, тем не менее, был мир Закончена война Она была закончена С ужасающими результатами От Германии осталась Треть жилого фонда Как мы сейчас говорим И предприятий всяких Люди перебитые Вера убита Потому что эти католики Бьют протестантов Протестанты бьют католиков Но, тем не менее, был заключен мир По которому Было признание Протестантов Их права Совершать богослужения Наравне, наряду с католиками Я этот момент Почему я отвлекаюсь На западную историю Потому что у нас не было Такого момента Где бы были рассмотрены Права Евангельских Движений Евангельских христиан Наравне с православными Мы все время в положении То ли мы живы То ли мы не живы Сегодня живы И ладно Понимаете как У нас нету Юридической базы Я поняла это Когда я была На одной конференции И встретилась я С испанской Сестричкой Верующей Я говорю Как вы там живете Верующие в Испании Которые уж католическое Перекатолическое Она говорит Ну что вы Мы там Вот фотографии Четыре семьи Нас Там действительно Четыре пары И мы по всей Испании Организуем Через радио Радиопередачи С пением Проповедью По всей Испании Я говорю Как Она говорит Ну как же По решению мирного договора Вы понимаете Что во всем мире признают Когда у тебя договор Записанный на бумаге Пронумерованный Пришитый Это исполнять надо И они пользуются Религиозной свободой В Испании И их не уничтожают Уничтожают Потому что был мирный договор По этому договору Они имеют протестанты Такие же права Как католики Слышите У нас в принципе Такого ситуации Еще никогда не было Ну не дай бог нам Тридцатилетнюю войну С нашими Традициями Нашими нравами Там вообще Ничего не останется живого Вот Поэтому У нас вот такое положение У нас нет юридической базы Нам не на что опереться Даже когда мы Чего-то просим Или требуем Мы только смотрим Как это Есть возможность Ногу поставить Мы ставим ногу Нету Ну Вот мы церкви строим Здание приобретаем Права частной собственности Потому что в частной собственности Соинтересованы не только мы Поэтому значит Есть надежда Что он сохранится Ну ладно Это в сторону Я просто говорю Что Вот Во время Тридцатилетней войны Симпатии России Были на стороне протестантов Такой факт Это выразилось В отправке зерна По дешевой цене Протестантские страны Слышите Поддерживали Потому что там у них Все разрушено было И сельскохозяйство разрушено было Мы зерно По дешевке Продавали именно протестантским странам Не католическим Мы симпатизировали Протестантам в этой войне И сейчас такой факт Ко времени смерти Алексея Михайловича Это будет сейчас уже другая Романов В России было 18 тысяч протестантов А в Москве была создана Греко-латинская академия И в Киевской академии существовала Иван Грозный Иван Грозный тоже пытался Вести богословские споры Но он был невежественен Переводчик был невежественен Вопросы не мог привести Он не мог разобраться Кто перед ним стоит Перед ним были Моравские братья Но он думал, что это Рютыране Различиях не разбирался Ну вот Так что Проповедовать в России Запретили Так Сейчас Пойдет речь О реформационных идеях Которые осуществлялись И проводились Через нашего Драгоценного брата Ивана Федорова Первопечатника Русского Он считал Делом в своей жизни Семена Во всему миру Рассеивать Семена правды Ради братьев моих Он понимал Жизнь свою Что он живет Ради братьев моих Которым он несет Вот это питание Дает это питание И Цель его жизни Духовные семена По вселенной По вселенной Рассевати И всем По чину Раздавати Духовную пищу И все это он делал Духовную пищу Чудесная жена Он был очень удачлив В войнах Он же ведь Взял Астраханское И Казанское Царство В честь этих побед Был Собор Василия Великого Который в Москве Стоит Разноцветные купола Завоеванных Завоеванных Княжеств И В эти новые Земли Новые княжи Завоеванные Надо было Туда посылать Священников Надо было Открывать церкви В церкви Церкви должны были быть Богослужебные книги Их не было Их мало Вообще мало было В России То есть понимаете Вопрос книгопечатания Встал как Государственная проблема Номер один Нужны книги И тут цари донесли Что имеется Такой вот мастеровой Кустарь-одиночка Который любит заниматься С металлом С деревом Вот ты привлеки его К печатанию книг Знаете что Довелось мне читать Чудесную книгу Про Ивана Федорова С душой написанную Где рассказывается Уж было правда или нет Но рассказывается Как Реальное событие Что Иван Федоров Об этом сам вспоминал Как взял его В какое-то подземелье Царь Иван Грозный Открыл сундуки И показал книги Редчайшие Рукописные конечно Вот это все Ты будешь печатать Вот его глаза Загорелись Вот это все Будет богатство Которое ты будешь Печатать Мы никто так и не знаем Где эти сундуки Так переходят Из поколения В поколение Мысль Что есть библиотека Ивана Грозного Где-то Ее не нашли Но тем не менее Вот Иван Федоров Ссылался на это И царь перевел Его в Кремль Он подарил ему Печатню Он дал ему Петра Бстиславца В помощники Чтобы он Напечатал Первую русскую книгу Он напечатает На сто лет позже Чем Гутенберг В Германии Который забрал станок Но это будет совершенно новая Независимость от Гутенберга Он напечатает книгу 1564 год Начало отечественного Книгопечатания Апостол называется Это апостол И послание Послание апостолов И деяния апостолов И книгу Он каждую буковку Вырезал отдельно Отливал Чтобы буковка была устойчивая Чтобы нижняя часть Ее была потолще А верхняя потоньше Чтобы она Зрительно была устойчивая Чтобы она Зрительно Не валилась на бок Он делал широкие поля Потому что Их можно потом Обрезать И книга опять Как новенькая А книга Очень дорогая вещь Правда? И вот он Поля эти Делал широкие Он делал заставки Разноцветные Новая глава И вот он доски На досках вырезал Растительные орнаменты Красил красками Потом ему не нравилось Потом он снова Переделывал Добивался Чтобы было Красивое соответствие Не только Формы этих буковок Но и с этими С украшениями То есть Эта книга была Без единой опечатки Без единой помарки Худоровственное произведение В 1564 году И он уже готовился Новые задания выполнять И все Но здесь Царь Был под влиянием Очередного Ужасного Своего Приступа Ярости Удалился В Александровскую Слободу Или требовать Полного подчинения Или отказываться От царства И он Начинать Занялся Организацией Опричнины Он совершенно Забыл про Ивана Федорова И тогда На него набросились Опять Благодейщая рука Была снята Набросились Почему? А что он Сатанинское дело Делает? Станок Это сатанинское дело Книги Книги надо Переписывать От руки Вы Понимаете И он Должен Бежать Из России И причину Он сам Назвал Призельно Ради Озлобления Священно-начальник И учитель То есть Страшно Было Призельно Очень Сильное Озлобление Священно-начальников И учителей И он Должен был Бежать Захвативший Значит Свой Станок Петра Мстиславца Как помощника Своего И бежал Он в Литву Потом Он будет На Украине Печатать Очень Значит Он в Россию Не вернется Наш Первопечатник В конце Своей жизни В Остроге Напечатает Дело Всей своей Жизни Библию Первопечатная Библия Сейчас Я расскажу По порядку Потому что Как он Эту Библию Печатал Я поражена Была Вы знаете Что Я думаю Как вот Ну то есть Где-то я читала У Поспиловского Или вот Здесь я читала Утверждение Что Геннадиевская Библия Была Ну как Основой Для всех Последующих Библии Ну как же Так можно Геннадиевская Была С апокрифами Геннадиевская Ее Кто ее Печатал Кто ее Мог Печатать И совершенно Молчат О том Что Основой Для всех Будущих Библии Станет Ивана Федорова Библия Ну так Вот Значит В 65 Году Через год После напечатания Апостола Он Он Бежит В острог А потом Обосновывается В Литве В Заблудове Где Он Находит Друга Который Споспешенствует Его Желание Печатать Вы знаете ли Очень широкий Круг людей Которые Способствовали Книгопечатанию Ведь В Литву Бежал Ближайший Друг Любимый Ивана Грозного Князь Курбский Он Бежал Потому что Тот Начал Расправляться Со своей Избранной Радой Со своими Избранными Друзьями И Курбский Понял Что Он И его Не Пощадит И он Бежал В Литву И он Был Расположен Протестантом И Он Очень Высоко Ценил Книгопечатание Но Вы понимаете Как Он Не мог Еще Стать Ну прямо Там Другом Ивана Федорова Открыто Помогать Ему Но Объективно Он Помогал Он Поддерживает Книгопечатание Он В Заблудове В Литве Он Печатает Следующий Свой Шедевр Называется Учительное Евангелие С толкованиями Дело В том Что Он Взял Этот Пример У Своего Предшественника Белорусского Книгопечатника Франциск Скорина Это имя Хоть вы даже Слышите Запомните Что Слышали от меня Такое имя Который Был Протестантом И который Напечатал Первое Учительное Евангелие С комментариями С пояснениями И вот По этому Образцу Делал Своё Учительное Евангелие Иван Федоров В 1974 Году Он На Украине Уже Он должен был Уехать Из-за Блудова И Снова Пишет Апостол На второе Его издание И Здесь Какой-то Есть год Где он Пишет Азбуку Азбуку Для детей Вы знаете ли Хотя Из-за царя Из-за того Что царь забыл О нём Он бежал Из Москвы Иван Федоров Никогда Не обвинял Царя Он указал Что было Озлобление Священно-начальников Но о царе На царя Он свой голос Не поднимал Он говорил Так Лепотнее Бо Есть Царское Безобразие Жития Молчанием Покрытие Яко же Ризою То есть Его неблаговидные Поступки Царя Лепотнее То есть Красивее Лепота Красота Красивее Покрыть Молчанием Как Ризою Ну Ризой Ризой Покрывает Священник Кающегося Там Например Виноватого Ну вот Ну и Азбука В 1974 Вот это Второе издание Апостола И Азбука Он проявил Широкую Образованность В азбуке Использовал Западные Европейские Учебники Латинские Польские Сербские Болгарские И русскую Рукописную Традицию Он хотел Чтобы дитя Училось Азбуке Радуясь Красиво Увлекательно Интересно Чтобы это Изучение Грамоты Оно было Радостным Для ребенка Эта азбука Выдержала Бесчисленное Количество Изданий Его азбука Ну и Наконец Дело его Жизни Дело его Жизни Это Библия Он стал Перед тем же Вопросом Пред которым Без конца Вставали Все переписчики Ну А по какому По какому Образцу По какому Списку Печатать И он Предпринял Путешествие Как я понимаю Почти пешком Все время В Болгарию Рильский Монастырь Где По слухам Сохранились Рукописи Болгария Место Откуда К нам Пришло Евангелие Потому что Туда бежали Ученики Кирилла и Мефодия Что там Сохранились Рукописи Кирилла Мефодиевской Традиции Поняли Да Поэтому Он отправился В Болгарию В монастырь Где он Расчитывал Найти Вот те Рукописи Драгоценные Которые Были Еще Открыли Мефодия В это Время Болгария Была Под Игом Турок И турки Как осаждали Этот монастырь Островок Православной Культуры Монахи Православные С великой С великой Любовью Отнеслись Ивану Акты Когда Православные Находились В окружении Турок Когда они Сами Находятся В нужде И в опасности Сразу С них Соскакивает Всякая Спесь Всякая Надменность Понимаете Как Это делаются Люди Христиане Верующие Которые Нуждаются В помощи Спасителя И готовы Собрату Своему В таком же Положении Находящемся Всячески Помочь Мне очень Отрадна Вся эта История С монастырем И с Напечатанием Этой Библии И вот У него В руках Самые Достоверные Списки Которые Удалось Добыть С помощью Друзей Монахов Он с ними Возвращается Печатать Надо Значит Его Друзья В Литве На Украине Помогали Ему До тех пор Пока Не началась Реформация Реформация Вызвала Бунт Среди Людей Среди Крестьян В общем Эти Гетманы Которые Ему Споспешивствовали Они Оказались Преследуемы Своим Народом Народ Говорил Почему Вы богатые А мы Бедные Понимаете Ведь Вы знаете Что реформация Сопровождалась Крестьянской Войной Когда Крестьяне Говорили Когда Адам Копал Аева Пряла Где был Помещик И ты Ты не имеешь Права Кушать Хлеб Который Ты сам Не растил Ну В общем Такие Вот вещи И поэтому Предлагали Ему Деньги Чтобы он Купил Домик И безбедно Жил Остаток Жизни Но Вот тут И сказал Что ему Назначение Ему По всей Еленной Семена Божьи Рассеивайте Он Отказывался Принимать Эти деньги Домик Свой Уют И отказаться От печатания Он стал Искать Деньги Для печатания Библии Слушайте Это все Слезы Это писать Все невозможно Он Был Он хорошо Понимал Метал И он Отлил Какие-то Пушки Как извините Вроде Наш Катюш То есть Одновременно Стрелять Можно было Из шести Стволов И он Это изобретение Хотел предложить Западноевропейскому Двору Какому-нибудь Но Вы знаете Или нет Или вы не знаете Самые Нищие люди На земле Это монархи Цари Короли У них Никогда В кармане Ничего не водится В казне Все пусто Потому что Вы знаете До самой реформации Траты 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 На балы На фейерверки На флотилию Кораблей Там На реке На море То есть Понимаете Только реформация Вызвала Иное отношение К собственности Ответственности Перед Богом И положила Начало Первоначальному Накоплению Чтобы ты мог Дело Какое-то Завести И потом Прибыли Опять пускать На это дело На расширение Это то что мы Никак наши Бизнесмены Не могут понять Что ты заработал Ты не трать На очередные Прихоти свои А ты пусти На это же дело Чтобы оно Совершенствовалось И развивалось И расширялось Ну это уже Такое Вступление Просто Понимаете Я объясняю Что у королей Не было денег И он Зря Ездил По этим дворам Чтобы там Получить И где Достать еще Эти Его магнаты Прежние Гетманы Отказали В помощи У них Самих Трудное положение Крестьянские Восстания И еще Он работает То на Украине То в Литве А печатает То он По-русски По-славянски То есть Потребитель То его Где Вон там В России А отруится То он Где Вот тут Далеко От России Вы понимаете То есть Он даже Не может К людям Обратиться Деньги Собрать Но знаете Что В 81 Году Он Напечатал Каким-то Образом В долги Влез И Окруженный Кредиторами Скончался Год спустя Вы понимаете Окруженный Людьми Вопящими Кричащими Требующими Денег Он остался Должником Многих Но он Напечатал Эту Библию И эта Библия Она потом Будет Вот Такой Правильный Перевод И она В основу Многих Других Изданий Ляжет Это Вот история Ивана Федорова Поддержите ТВС Молитвой И финансами Не рассчитывайте Что пожертвует Кто-то другой Так думают Многие И хорошие Проекты Перестают Существовать Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте 3w Твсеминари Твсеминари Точка ком Почему Это идет У меня Под рубрикой Реформационные Настроения Потому что Он сам Был Не только Убежденным Вот Таким Протестантом Но он Убежденно Он трудился Для этого Хлеб Давать Что Это Протестантская Идея Что надо Дать Божье Слово Людям Только Библия Она творит Высокое И доброе В человеке Человек должен Знать Это слово Поэтому Он так Вот Понимал И Он Трудился Для Вот Фактически Для этой Реформации Он Умер Во Львове В 83 Году Но Реформационные Идеи Это просто Я вам Самого Выдающегося Человека Биография Ивана Федорова Но были Еще Удивительные Реформаторы У нас В России Я хочу Рассказать Вам про Матвея Башкина И про Феодосия Косова В реформационные Идеи Возникали У самых Разных Людей Матвей Башкин Был боярин И у него Были Холопы Это все Это было В Москве И он Ходил Будучи Значит Знакомым С реформационными Идеями Проникся Ими И он Ходил К священнику И задавал Ему Неудобные Вопросы А Почему Мы Владеем Холопами Почему Человек Владеет Холопами Когда Господь Его тоже Создал Свободным Человеком На каком Основании А как Понимать Что Богатые Богатеют Бедные Беднеют И ничего Для этого Значит Не делается А как То есть Он Вопрошал Этого Священника Почему Люди Живут Не по Писанию Почему Даже Высшие Начальники Живут Не по Писанию А потом Этот Священник Он Слушал Слушал Ответа Не знает И он Донес Царю Ивану Грозному Что Уходит Такой Совопросник Но Иван Грозный Заинтересовался Он Любил Умных Людей Заинтересовался Не проще Поговорить Был с ним Но Башкин От Слов Перешел К делу Он Разорвал Холопские Эти Документы Он Отпустил Своих Холопов На Свободу Вы Понимаете Это Показалось Страшно Опасным Царю Если Он Будет Проповедовать Освобождение Крестьян Холопов На Свободу Это Политическая Акция Которая Может Далеко Повести Он Велел Его Арестовать Велел Его Пытать И Мучить И В цепях Держать Кто Его Надоумил И Зачем Почто Он Холопьев Отпустил На Свободу Ну Вот Я Читала Тоже Такое Худоростное Изображение Было Но Факт Тот Что Его Пытали И Мучили А Потом Его Сожгли Но Вы Понимаете Что Ничего Не Теряется Есть Какие То Потом Когда Будем С вами Читать Духоборов Духовных Христиан Христов Хлыстов Они И все У них Какие-то Тетрадки Бродят Какие-то Записи Матвейки Башкина Например Уже Давно Матвейки Башкина В живых Нету А какие-то Его Листочки Какие-то Его Тетрадки Какие-то Его Мысли А может Быть Эти Вопросы Которые Он Задавал Они Подожают Ходить И Будоражить Людей Затем Вот Эти Нестяжатели Они Укрыли Беглого Холопа Феодохия Косова Которого Тоже Хотели Казнить В свое Время Они Его Укрыли И Переправили В Литву Феодохий Косой Он Другие Идеи Выражал Он Говорил Бог Созвал Всех Людей Равными Поэтому Нет Господ Нет Этих Холопов Но Также Нет Наци Призренных Что Что тебе Евреи Что тебе Поляки В России Очень сильный Был Всегда Национализм И Феодохий Косой Он Объявил Что По Божьи Все Люди От Одной Крови Ну Написано От Одной Крови Произвел Всех Человек И Поэтому Нет Людей Избранных Богом Наций Избранных Мы Все Перед Богом Ходим И Он Тоже Совершил Поступок Он Осел В Литве Он Женился На Еврейке И Он Вот Это Проповедовал Равенство Всех Людей Кроме Того Он Проповедовал Что Знание Оно Никак Не Может Быть Противно Вере Изучение Писание Призывал Внимательно Изучать И Он Строил Там Молитвенные Дома Или Устраивал Эти Дома У него Был брат Фома Косой Фома Если Этот Был Такой Богослов Мыслитель И Социальный Такой Мыслитель То Фома Был Дивный Проповедник И Он В этих Домах Проповедовал Помните Фантастика Все Это Литва Принимала Наших Вольнодумцев Которых У нас В стране Ждала Расправа И Казнь Но Литва Принимала И Слушала Пока Туда Не Дошел Грозный Я уже Упоминала Что Был У него Советник Антонио Пассивина Иезуит Который Руками Грозного Хотел Задушить Протестантизм В Ливонии Понимаете Как И Наш Иван Грозный Думал Что Он Ищет Выхода К морю А Его Использовали Для Подавления Протестантизма В Ливонии Вы Поняли Да Ну И Когда Он В Литву Пришел То Он Велел Найти Этого Беглого Холопа Фому Кособа Феодосия Я не знаю Судьбу Но Фому Велел Утопить Перед Собою Он Видел Как Его Топили Как Он Умирал Погибал То Как Видите Реформационные Идеи Коснулись И Вот Боярина И Холопа И Просветителя Ивана Федорова То есть Широкий Круг Людей А я Еще Вам Не Перечислила Всех Кто Помогал Книгопечатание Я только Назвала Вам Курбского Но Также Это был Гетман Хаткевич Это был Князь Острожский Это Те Которые Помогали Печататься До Пары До Времени Иванов Федоров Широкий Круг Людей Которые Поддерживали Реформационные Идеи Их Осуществляли На этом Наша Тема Заканчивается Реформационные Следующие Следующие Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...